Отправляясь в лес за дарами природы, необходимо помнить о том, какие меры предосторожности стоит предпринимать, чтобы не стать жертвой укусов клещей. Эти членистоногие безобидны только на первый взгляд, болезни, переносчиками которых они являются, на самом деле опасны для человека. Лес стоит в себе опасность, и опасность серьезную. По данным нашего мониторинга, большой процент клещей, где-то до 40% клещей, носят в себе возбудители ламборолиоза. В этом году зарегистрировано уже за истекший период 11 случаев этого заболевания среди жителей города Бреста и Брестского района, и один случай клещевого энцефалита. С каждым годом ареал распространения клещей увеличивается. Список эндемичных территорий, то есть являющихся потенциально опасными в отношении клещевого энцефалита, кроме уже давно известных Ружанская и Беловежская пущи, Ивацевичский, Березовский, Малорицкий районы и Бронная гора, пополнили зону отдыха Белое озеро, Домачево и Богданы Брестского района. А лаемборолиоз распространен повсеместно на всей территории области. Отправляясь в природу, нужно соблюдать меры предосторожности. Обязательно одеваться так, а осенью это не сложно, чтобы тело максимально было закрыто от клещей. Обязательно проводить тщательные осмотры тела и одежды по возвращении из леса, потому что клещ не присасывается сразу, он путешествует по телу в течение нескольких часов, пока найдет уязвимое место, и можно обнаружить кровопийцу еще до того, пока он присосется в тело человека. Можно принести клеща с трофеями леса, с грибами, с букетами, с лекарственными травами, об этом тоже нужно помнить. Существенно увеличилось количество нападений клещей в городской черте. В этом году почти 40% укусов зарегистрировано на территории города. При усадебной участке частных домов, дачной зоны, парки и скверы также могут быть местами обитания этих кровососущих. Особенно часто их переносчиками становятся домашние животные. Готовиться к сезону активности клещей нужно уже начинать сейчас. Клещи зимуют в листовой подстильке, в кучах валежника. В осенний период убирайте листву со своих участков, не допускайте скапливания листвы, валежника, растительных остатков. Обязательно нужно проводить дератизационные мероприятия, мероприятия по борьбе с грызунами. И в частных подворьях, и на дачных участках. Потому что грызуны являются основными прокормителями клещей. Если все же укуса избежать не удалось, необходимо срочно обратиться к врачу. Он подскажет, куда отправить клеща для проведения анализа на наличие инфекции и назначит курс лечения. Продолжение следует...